Здравствуйте, уважаемые участники рынка! С вами Аркадий Романович, автор торговой системы «Опережающий трейдер» и добро пожаловать на серию видео под названием «Советы на миллион». В этих видео я буду делиться с вами своим опытом, то есть конкретными выдержками из технического анализа, из психологии на то, что, на мой взгляд, определяет успех трейдера на рынке. И я могу вам пообещать, что если вы будете использовать именно в том смысле, в котором я это подразумеваю, те или иные инструменты, я имею в виду пошагово будете следовать этим советам, то обязательно будет миллион. Сегодня у нас первое занятие на 5 минут буквально, и мы поговорим о правилах построения уровня поддержки и сопротивления. Начинаем. Первое, что необходимо сделать, прежде чем начать строить уровни поддержки и сопротивления, определиться, какой ваш рабочий таймфрейм. Давайте мы так и запишем. Рабочий таймфрейм. Рабочий таймфрейм. Да, соответственно, рабочий таймфрейм. Если у вас рабочий таймфрейм часовой, либо там 15-минутный, не столь важно. Рабочий таймфрейм помноженное, да, мы умножаем на 3,5. Рабочий таймфрейм умножаем на 3,5. То есть, если ваш рабочий таймфрейм, да, и на котором вы, в принципе, проводите все свои основные операции, это график часовой, то есть график H1, то, соответственно, графиком, на котором вы будете строить уровни, это будет график H4. На примере текущего графика у меня открыто золото, да, давайте посмотрим, как эта связка будет работать. Я перехожу на график H4. Что важно, в первую очередь, когда вы строите уровни? Важно брать последние минимумы и максимумы. Давайте посмотрим, какие здесь. У меня последний минимум. Вы здесь задаете вопрос, а как правильно строить по телам, по ценам закрытия, или там сколько брать тела и так далее. Задача очень простая. Вы берете самую низкую цену закрытия и самый low. Самая низкая цена закрытия у меня вот здесь, самый low у меня вот здесь. Вы берете весь этот диапазон. Дальше. То есть, если я поставлю линию здесь, я ставлю линию здесь. Далее, сверху теперь. Что у меня сверху? У меня самая высокая цена здесь, да, самый пик по золоту, high. И цена закрытия здесь. Все. Вот ваши зоны, ближайшие зоны, зоны вашего интереса, в которой вы будете принимать решение о покупке, либо продаже. Далее. Если вы хотите посмотреть, где у вас следующая зона, то же самое делаем. У вас есть low. То есть, у вас вот здесь и вот здесь цена закрытия ближайшего. Вот ваш диапазон входа в рынок, диапазон принятия решения. То есть, зона 3. То есть, вы стратегически видите абсолютно все, что вам нужно. Вы видите, где покупать, где продавать и так далее. Соответственно, мы теперь можем уверенно перейти на часовой график. Формула очень проста. Рабочий таймфрейм умноженный на 3, либо на 5. То есть, H1 в 3-5 раз. Точнее, если вы на H1 работаете, то таймфрейм, на котором вы определяете уровень, должен как минимум в 3-5 раз быть больше того, на котором вы торгуете. Если у вас M15, то, соответственно, это часовой, либо 4-часовой график. Но, в принципе, достаточно в этой ситуации будет часового. После того, как я определил уровни, вот у меня, собственно говоря, зоны конкретные. Я могу искать продажи здесь, покупки здесь. То есть, вы определяете важные уровни. Если мы немножко уменьшим график, вы увидите, что слева идеально эта зона работала как поддержка и затем сопротивление. Поддержка, затем сопротивление. Здесь идеально как поддержка и здесь идеально как сопротивление. Абсолютно любой график вы так можете начать анализировать и получать самые точные данные, где важный уровень. И в следующем видео я с вами поделюсь о том, как действовать в таких ситуациях. Вот вроде уровень есть, а как действовать, как получать из этого максимальную выгоду и входить максимально вовремя, максимально точно. Прямо под этим видео не стесняйтесь, задавайте вопросы. Не только по техническому анализу, но и по психологии. Я обязательно на них сделаю видеоответы в серии видеороликов «Советы на миллион». Продолжение следует...